А перед началом этого ролика я порекомендую вам подписаться, чтобы не пропускать другие интересные видео по различным стратегиям. Поехали! Итак, всем привет, с вами Тук Гай, и сегодня мы поговорим про будущее прекрасной игры Виктория 3. Вышла она уже достаточно большое время назад, и можно уже сделать какие-то выводы по тому, как происходит разработка, как происходят патчи, и самое главное, как выпускаются моды. Поехали! Начнем мы наш разговор с патча 1.2, который вышел относительно недавно. Разработчики все хайпили, хайпили, что этот патч будет большой, изменит игру к лучшему. И так ли это? Прекрасный патч 1.2? Нет. Не поймите меня неправильно. Разработчики и правда добавили очень много вещей, но параллельно ухудшили очень много других вещей, а самое главное, вещи, которые они добавили, были пофигшены в модах буквально за первые несколько недель. То есть я бы сказал, где-то процентов 80 их нововведений, это просто моды, которые сделали в первые несколько недель, которые они делали несколько месяцев, и при этом они даже не забрали самые важные из них. В интерфейсе все еще выглядит стратительно, карта, ну, на любителя, скажем так. Они, слава богу, пофиксили проблемы с FPS, хотя, опять-таки, моды на это тоже уже были. Они сделали экран технологии просто ужасным визуально, ну и, конечно, они вообще ничего не сделали с этой военной системой. Так есть же у этой игры будущее или нет? Давайте посмотрим по одному интересному факту. И это, как ни странно, как раз-таки будут моды. Выпускаются льды моды на эту прекрасную игру. У меня была сборка модов, которые делали из игры что-то похожее на бета-версию. Большую часть, как я и сказал, они интегрировали, но какую-то нет. И вот в чем проблема. Моды просто перестают обновлять. Если мы спустимся куда-нибудь сюда, все, мод не обновляется. Опускаемся на какие-то еще моды. Тоже, очень много модов просто более не обновляются. И это проблема. Потому что, если мы обратимся к онлайну, мы можем заметить очень жесткую тенденцию снижения количества юзеров. Сейчас всего лишь 10 тысяч, и это после патча. Очень знакомая ситуация. Есть еще одна игра, которую вы, скорее всего, знаете. Вот ситуация примерно как у нее. То есть игра приходит к какому-то своему естественному значению онлайна, и на нем уже и держится. Даже патч ей особо не помогает. Тем не менее, хочется сказать, что все еще. Здесь 10 тысяч онлайна. Это все еще позволит держать игру на плаву при выходе DLC. То есть в теории, эти люди могут купить ее, поддержать ее. То есть, скорее всего, сценарий Императора Рима не должен повториться. Но это скорее всего. Тем не менее, очень страшно за судьбу Виктории 3. Потому что как раз таки от модов и зависит, будет ли игра жива. И именно по модам можно судить, есть ли у игры какие-то успехи в будущем, теоретически. Потому что если мододелы не захотят продолжать в это играть, и продолжать выпускать какой-то контент для игры, который помогает в нее играть, то без них, конечно, все может очень быстро загинуть. Почему у KOE 4 такой высокий онлайн? Давайте к нему перейдем. Просто посмотрите на эти цифры. Начиналась игра всего 40 тысяч, и сейчас онлайн 50 тысяч. Она только растет. Почему? Потому что она невероятно реиграбельна. Постоянно вы можете какие-то развивать новые сценарии. У вас есть альтернативные пути какого-то развития страны. У вас есть куча DLC, которые выпускают контент. Ну ладно, конечно, контента не так много, как и моды, но тем не менее. И есть те самые моды, которые я только что упомянул, которые делают игру просто, ну, невероятно крутой. Вы можете просто скачать новый мод, в нем будет абсолютно новая история, в нем будут абсолютно новые пути развития. В KOE 4 можно играть просто практически бесконечно, потому что мода просто продолжает выходить, и у вас всегда есть поиграть во что-то новенькое. В Виктории же проблема намного больше. Во-первых, таких модов, как на KOE 4, на нее сделать, ну, практически невозможно, потому что сеттинг игры не сильно позволяет вам, так сказать, разгуляться. Война здесь отсутствует, полностью как механика, верно? Все, что вы можете здесь делать, это делать циферки. И смотреть, как ваши циферки будут больше других циферок, других стран. Не поймите меня неправильно. В основном, это и есть игра про циферки, это игра про экономику. Именно этим она и затягивает. Но после того, как вы в нее поиграете, вы понимаете, что кроме этого больше ничего и нет. Кроме строительства зданий в этой игре нет ничего интересного. Страны не имеют никакого персонализированного контента. Объединение стран практически ничего не меняет, кроме тега, плага и, возможно, цвета на карте. Максимум, что вы можете получить, это какой-то ивент, который даст популярность вашему правителю, ну, либо какой-нибудь другой приятный баф, но не более. Так, почему же разработчики продолжают ничего не делать и выпустили патч 1.2 за несколько месяцев? Я напомню, что почти весь контент, что есть в патче 1.2, мододелы сделали за несколько недель. А когда уже были известны патчноуты патча 1.1 и 1.2, также умельцы просто делали моды на эти патчи. Пофиксив все еще просто в модах. То есть вы заранее могли скачать себе просто мод и играть, как будто вы на следующей версии, потому что они уже большую часть этих вещей добавляли в игру. Представляете, насколько это невероятно? Делаются некоторые выводы. Во-первых, мы понимаем отношение разработчиков к этому продукту. Я бы даже сказал, скорее всего, не разработчиков. Разработчики обычно хотят сделать свой продукт получше, а скорее всего, менеджмента или руководству. Я не вижу проблем просто взять и интегрировать множество модов в вашу игру, вместо того, чтобы их разрабатывать с нуля и делать это в раз 5 дольше. И вместо разработки вот этих вот вещей, которые уже разработаны, сделать новые пищи, сделать контент для стран, которые, кстати говоря, тоже есть в модах, представляете? Единственное, у игры есть некоторые проблемы с тем, что некоторые вещи просто уже нельзя улучшить. И я, конечно же, говорю про военную систему. Она просто отвратительна. Я не знаю, кто ее решится защищать, но такие люди, в принципе, иногда находятся. Кои-то также люди, которые говорят, что это игра про экономику, а не войну, поэтому вы не жаловите, что тут нет военной системы. Комментировать такие глупые высказывания просто смешно. Я даже не буду говорить про то, что экономика продолжается войной и все такое. Чтобы что-то получить, что вы не можете получить дипломатическими способами, вам так или иначе придется получать это военными способами. И что им нравится, когда разработчики их унижают, просят без половины тысячи рублей за игру, в которой просто нет военной системы. Это все мы опустим. Для меня самый большой вопрос, что они могут сделать с военной системой, чтобы игра игралась. Потому что персонализированный контент для стран можно добавить, интеллекта ботом можно добавить, оптимизацию можно завести. Остается вопрос того, что в игре нечего делать. То есть война здесь неинтересна, и постройка экономики после того, как вы уже разорвались в игре, также неинтересна. Она действительно интересна только в первое время, когда вы еще смотрите, как делают цифры побольше, и как вообще эти цифры между собой взаимосвязаны. Потом, особенно к лейту, ваша игра превращается в просто построить 20 домиков тут, построить 50 домиков тут, блин, мне не хватает электричества, строим 100 электростанций и подобное. При этом есть кнопки, которые, казалось бы, это должны автоматизировать, есть ведь автоматическое расширение. Так вот оно работало отвратительно, опять-таки сделали мод на то, чтобы оно работало хорошо, и оно начало работать хорошо, но разработчики не тот, не тот мод не имплементировали в игру, представляете? Я бы сказал, единственное реальное изменение в геймплее, после патча 1.2, это частное строительство, которое можно в настройках выключить, если вам оно вдруг не понравится. Интерфейс все еще выглядит так себе, да, вот эти все вещи. Давайте я просто разокопущу игру с модами, чтобы показать, как на самом деле игра может выглядеть. И вуаля! У нас появляется удобный интерфейс слева-сверху, который показывает много вещей, которые на самом деле важны. Вот, допустим, уровень дурной славы, чтобы в него посмотреть, нужно зайти в сторону вот здесь. Вы всегда хотите его видеть? Это было во второй части, почему это убрали? Куча других вещей. Миниматичные генералы, потому что в вас к лейту их становится штук 20, и про них просто невозможно кликать, когда их так много, и они занимают так много места. Здесь тоже был мод на генералов вот здесь, но он просто не обновился. Ха-ха. Карта намного лучше выглядящая. Убраны эти абсолютно ужасные облака. Рынок товаров, который выглядит намного лучше, и сразу можно посмотреть практически все ваши товары. Это намного лучше, чем ванильные. Вот эти вот огромные строчки, которые занимают просто полэкрана всего несколькими продуктами. И игра просто выглядит чуть получше практически во всех вещах. И опять-таки, это просто я скачал несколько модов, причем все еще не все, которые были раньше, потому что раньше было лучше, раньше моды обновляли. Кто-то еще в нее верил из мододела. Несмотря на все вышесказанное, все проблемы игры, есть ли у игры реально будущее? И у меня тут есть два мнения. Во-первых, я очень хочу, чтобы игра провалилась. Почему? Чтобы разработчики поняли, что такое наплевательское отношение к продукту, опять-таки, не разработчики, скорее, как я и говорил, а менеджмент какой-то, не пройдет. Что нельзя выпускать огрызок игры за 2,5 тысячи рублей, зарабатывать на это хорошие деньги и продолжать выпускать DLC, которые вы вырезали просто из геймплея. Я вам расскажу, что уже в самом начале, когда игра только-только вышла, уже были ивенты на загрязнение, которые, видимо, были специально сделаны для будущего DLC про загрязнение. Они уже такие, выпускаем игру, так, вот это мы закинем в DLC, вот это мы закинем в DLC, это мы, может, когда-нибудь добавим, а вот это все базовые механики оставим для игроков. Вот это выкинем за 2,5 тысячи рублей. На мой взгляд, такое отношение должно точно проваливаться, и мне очень хочется, чтобы они почувствовали, что так делать нельзя. Но мы возвращаемся из мира фантазии, потому что это никогда не произойдет, и возвращаемся в реальный мир. Я также хочу, чтобы игра, на самом деле, все еще была исправлена, стала интересной, потому что Victoria 2 отличная игра, в ней я провел очень много времени, и на самом деле она все еще хороша, ей только надо немножко добавить различных вещей, в ней очень много проблем с менеджментом, микроменеджментом, ну и, конечно, она уже визуально и не только устарела. Тем не менее, геймплей, она намного более разнообразна и интересна, чем Victoria 3. И, на мой субъективный взгляд, это факт. Реально ли им сделать игру нормальной на этом этапе? Я считаю, да, потому что у нас есть пример, мы видели пример оператора Ригма, у нас есть пример Stellaris, а вот и он Stellaris, его высокий онлайн в начале, очень высокий, его падение после этого, кстати говоря, да, цифра примерно даже хуже где-то, видите, чем у Victoria 3, потом некоторых DLC и потом переработок полностью игры. Видите, цифры возвращаются, в принципе, к релизным значениям, то есть Stellaris очень хорошо живет и сейчас он все еще живет. 27000 онлайна, это солидно, как минимум. То есть разработчики, если они не боятся что-то кардинально менять, понимать, что что-то они сделали неправильно, надо переделать, они это делают, они это делают успешно, получается хорошо. Соответственно, если они то же самое применят в Victoria 3, они понимут, что военная система отвратительна, экономическая система тоже требует улучшений, здесь нету никаких складов, ничего. Если они поймут, что эти механики надо будет кардинально изменить и над ними реально поработают, как вот разработчики, как я и говорил, Stellaris, это хороший пример, то из игры вполне себе может получиться хороший продукт. Как я и говорил, переделать основные вещи, добавить кучу персонализации странам, добавить оптимизацию, что уже кое-как сделано, искусственный теорик тоже кое-как уже сделано, хоть и не до уровня модов, конечно. Добавить, чем игроку заниматься, вот в это время между ябскаловойными и между тем, как вы заказываете по несколько десятков домиков. Игра будет хороша, игра будет хороша, самое главное, сделать ее реиграбельной. Если игра не реиграбельна, то она просто, ну, не будет иметь такой же онлайн, как другие игры парадоксов, которые как раз-таки имеют очень высокий уровень реиграбельности. И поэтому у нас, игроков игр парадоксов, такие большие часы в этих играх, по несколько тысяч, потому что в них можно играть с новой снова, и если тебе надоело, ты можешь просто установить новый мод и поиграть в него, и там ты будешь получать, опять-таки, новый опыт. И это и есть круто. А на этом я, наверное, совершу свое мнение. Как я и сказал, оно не такое простое, есть, почему я хочу, чтобы игра вышла хорошей, почему я не хочу, чтобы игра вышла хорошей. Тем не менее, я все-таки больше склоняюсь к желанию, чтобы она все-таки получилась отличной, и в нее мы продолжили играть. И я верю, что разработчики все-таки выберут этот путь, потому что это огромный репутационный продукт. Виктория 3 ждали просто огромное количество людей, в нее играли просто огромное количество людей, а значит, у нее все еще есть шансы. А с вами был Дубкай, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайки, ребят, комментарии, группа Дискорда, все как обычно, и до скорых встреч, пока.